Продолжаем подводить итоги. На этой неделе нашлось место и медийному позитиву. Ты опять о куйбышевском фермере и навозе у банка, которым сообщили даже крупные федеральные медиапорталы? Нет, я про радиослово, которое не только значительно поменяло концепцию вещания, но теперь появилось и в FM-диапазоне. Что нового у наших коллег узнавала Юлия Растиженко. Новую концепцию вещания они обсуждают с азартом. Вот уже 10 дней радиослово, которое слушатели помнят, как депутатский канал, живет на FM-диапазоне. 106,2 FM. Это радиослово. В океане радиоволн среди засилия музыкального и развлекательного вещания слово нашло свою нишу. Сейчас радио должно больше напоминать такую социальную сеть людей, которые туда могут позвонить, что-то рассказать, поинтересоваться друг у друга, как можно решить ту или иную проблему. И вот такого формата мы будем придерживаться. И призываем вспомнить о том, что существует радиовещание. Ребята, не все есть в социальных сетях. Существует радио, где можно слышать живые голоса. Каждый желающий может не только высказаться на актуальную тему, но и задать вопрос специалисту. Отвечает юрист Маргарита Терехова. Людей интересует все, от порядка начисления пенсии до новых законопроектов. Последним, кстати, посвящено немало эфирного времени. Главное у нас не тексты, их можно даже в руки написать, подводки, отводки. А сами вот содержания, люди, которые звучат в эфире. Юрий Курьянов, гуру новосибирской радиожурналистики, вот уже несколько лет ведет репортажи из законодательного собрания. Теперь к ним добавится живое общение слушателей с депутатами. Я медиа-менеджер, но здесь я еще стал участником процесса, потому что вот мы работаем уже без малого там три месяца в тесной связке с пресс-службой, законодательным собранием, с депутатами. Я увидел их работу, и я считаю своим долгом показать людям, что какая работа идет. О миссии нового СМИ нам рассказал его главный редактор Анатолий Сивохин и провел нас в медийное закулисье. Только что мы прошли нашу одну из звукозаписывающих студий, у нас их четыре, в каждой из них пишется программа. Туда заходить не будем, сейчас пишутся, пишут свои программы специалисты пенсионного фонда. Ну вот здесь у нас такое общее пространство, где совмещена работа над эфиром, работа над новостями, работа над звуком. Это Ирина Ощепкова. Ира, проходи. Да, я иду читать выпуск. У Иры через три минуты выпуск, она идет ту студию, мы туда тоже зайдем. Здесь работает наш сам продюсер Евгений Берилов. Жень, здравствуй. Ну вот здесь создаются ролики. Женя работает над оформлением радиостанции, монтирует некоторые программы. То есть весь, если по звуку на радиуслово, это к Евгению. Дальше мы идем, знакомьтесь, это Игорь Николаев, редактор нашего эфира. Игорь собирает всю сетку, Игорь придумывает программы, маленькие и большие, создает их. Сейчас изображает бурную деятельность. Молодец. Ну, вся сетка, все на нем. Ну, поэтому, видимо, творческая вот такая здесь атмосфера. Дальше Катя Жукова, это еще один наш замечательный выпускающий редактор. Катя готовится к смене, у нее смена вторая, после Иры, и там она тоже выпускает новости. Василий Сидоров, с ним нужно отдельно беседовать. Василий Сидоров, один из родоначальников новосибирского радиовещания в далекие 90-е. Сегодня музыкальный редактор нашей радиостанции. Вась потом расскажет, если спросит о нашем музыкальном формате. Видите, как все совмещено. Одна из наших студий, Аня, наш звукорежиссер, тоже готовится сейчас к эфиру и готовится принимать кого-то в этой студии, чтобы мы записывали очередную программу. Уже сейчас они пишут программы в режиме нон-стоп, а будет их еще больше. У нас есть такой проект, называется он «Трамвай 54». Очень замечательный человек Игорь Маранин, новосибирский писатель, издал книгу, которая называется «Мифы Сибирска». Книга стала легендарной. Мы нашли Игоря. Игорь работает с нами, он делает радиоверсию этой книги на радиослово. Это один из наших первых интересных проектов. В одной из своих программ Игорь назвал людей, которые такие интересные что-то делают, он их назвал словами стругацких, прогрессорами. Вот Игорь прогрессор. Таких прогрессов у нас новосибирских. Должно быть много. Да, мы хотим работать с ними, и они будут работать с нами. Утренний и вечерний музыкально-информационный интерактив, сибирская фазенда для дачников, я горжусь, 365, проектов много. И всегда слушатель, участник эфира. Недаром был выбран слоган «Радиослово – ваше слово». У микрофона Ирина Ощепкова. Здравствуйте, главная тема выпуска. 28 выпусков новостей каждый день. Корреспонденты следят за картиной дня от рассвета до заката. Это нормальная обстановка для Ньюс Рома, когда никого нет. Это Марина Веденская, еще один наш выпускающий редактор, замечательный диктор. Остальных нет, все на сюжетах, все готовятся рассказать о том, что будет сегодня происходить. Ну вот, к тесноте, в хорошей творческой, но в большом таком творческом просторе. Мы существуем, мы работаем каждый день. В информационную вязь они искусно вписали музыкальный орнамент. К выбору репертуара подошли щепетильно. Музыка 70-х, 80-х, музыка постсоветского периода. И те же исполнители, издающие новые песни сейчас, которые становятся хитами. И некоторые молодые исполнители, которые поют песни тех лет. Это как бы основное направление. И дальше к ней, может быть, немного добавляются элементы из музыки в стиле шансон. И также рок-музыки российской, но без экстремальных, крайних направлений. Теперь уже не только говорящие, но и мелодичное радиослово открыто для креатива и новых идей. И, возможно, новому каналу удастся возродить забытые традиции, когда радио было площадкой для диалога, а не миксом из рекламы и музыкальных приветов. Юлия Растиженко, Борис Гладких. Итоги недели. Кстати, суббота, 14 февраля, день всех влюбленных. Наверняка в эфире радиослово будет много интересного. Как не воспеть праздник любви и красоты.